Продолжение следует... На удивление многих крест удалось установить с первого раза. Для православного прихода установка креста стала долгожданным, радостным событием. Почти все внесли посильный вклад в строительство. Одни жертвовали деньги, другие дни и ночи проводили в молитвах. Тогда закладывали еще камень, и я сюда приходила. И вот сегодня тоже, кажется, пожертвовала, Бог помогла. По окончании мероприятия пропели многое лето всем, кто помог приходу в этом благом деле. Архиепископ Истринский Арсений выразил особую благодарность властям, принявшим участие в возведении храма. Можно было делать церковное, сделать просто... Вот мы собрались и сделали, без участия представителей власти. Но государство сложилось благодаря на базе церковных. И церковные деятели в разных веках и в разных землях земли русской крепили и укрепляли мощь и единение. Малый храм стал первым зданием в комплексе преподобного Сергия Радонежского. На этой территории к 2007 году должны разместиться большой храм, дом притча и воскресная школа. Павел Мельников, Сергей Хвойко, Вести, Москва. Район много есть, уже не все могут. А здесь мы всегда придем, постоим. Сегодня изумительные события, самые большие, самые крестивые, крест это все. Пока службы проходят на улице. В малом храме еще нужно вставить окна, облицевать его белым камнем и сделать иконостас. Открыть его планируют летом. Анна Ковалева, Кирилл Кушнев, программа «Город». С благословения патриарха Московского и всея Руси Алексия II место под строительство храмового комплекса в честь одного из самых почитаемых православными святых было освящено еще летом 2002 года. Строительство храма велось на пожертвование. Крест изготовили пензенские мастера, а золотили московские. И хотя богослужения в малом храме начнутся в лучшем случае в июле, для прихожан водружение креста уже праздник. Ой, да еще какой! Господи, я даже со слезами смотрела, как крест подружатый. Господи, как же не праздник, еще какой! Я с правнуком приходила, смотрели, как строится храм. Ну, сколько могли, я пенсионерка, сколько могли, жертвовали. В районе Рязанске живет более 70 тысяч человек, но до последнего времени здесь не было ни одного храма. И это при том, что именно в районе Рязанске последние 10 лет активно возрождаются традиции церковного песнопения. Детская школа искусства имени Балакирева готовит профессиональных певчих. Преподавателям школы и принадлежала идея строительства храма в районе. Место для храма было выбрано свободное, здесь оно было, но оно более-менее просматривается из Рязанского проспекта и остальных точек. То есть никак не исторически? Не исторически, здесь храма никогда не было. К 2007 году здесь планируется построить церковно-певческую школу и школу церковных ремесел, а также большой храм, который сможет вместить до тысячи человек. Алла Савин, Иосиф Малкин, Телеинформ.